В 300 километрах от Казелорды археологи работают на раскопках древнего городища. Это Ширик Рабад, культурный центр Саков. Он существовал в середине первого тысячелетия до нашей эры. Исследованием исторических памятников на левобережье Жандарьи с 1946 года занималась Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция. Приостановленные в начале 90-х годов работы возобновились в 2004-м в рамках программы «Культурное наследие». С тех пор обнаружено много находок, рассказывающих о культуре древних саков. Пыли среди песка в сильнейшую жару. Условия работы археологов никак не назовешь легкими и комфортными. Однако раскопки того стоят. Пласты прошлого постепенно открывают все больше тайн. А летопись казахской степи пополняется новыми сведениями. На раскопках Ширик Рабада ученые работают уже восьмой сезон. И сейчас у них на руках немало артефактов, рассказывающих о жизни, быте и обычаях его жителей. Обнаружены стены поселения, оборонительные укрепления, могильники и курганы. Они достигают 6-8 метров в высоту. По мнению археологов, в таких усыпальницах могут быть захоронены останки военачальников, жрецов и представителей местной аристократии. «Здесь захоронен человек с мечом в очень богатых парчевых одеяниях. У изголовья обнаружена посуда, на которой написано «Это человек, на которого снизошла благодать бога Тир». Древняя надпись на персидском языке. «Бог Тир» — это покровитель воинов, бог оружия. Племена саков, населявшие берега древнего притока Сырдари и Жанадари, в основном занимались земледелием. Во II веке до н.э. русло Жанадари высохло. Жизнь города пришла в упадок. Вода вернулась только в IX-XIII веках. В ходе раскопок у стен средневековой цитадели обнаружена большая комната. В ней находится женская скульптура. Она изготовлена из алебастра. Экспедиция, состоящая из ученых археологического института имени Алькея Маргулана и Казавардинского госуниверситета имени Хорхота Аты, также изучает памятник Буланды и Сакского периода. Недавно реконструированный круглый объект из восьми помещений вполне можно отнести к древнейшему купольному сооружению, говорят археологи. Как пишет в своей статье академик Толстов, если изначально купольную сводчатую архитектуру мы относили к Римской империи и к римской архитектуре, то это первый век нашей эры. Осакские племена, населявшие степи Приоралия, показывают образцы великолепной сводчатой архитектуры, датируемой на 400 лет позже этого периода. Ширик-Рабат – это древний город, богатый уникальными находками. Однако, по словам ученых, уже сегодня необходимо проводить больше комплексных археологических исследований, а значит увеличить их финансирование. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok